Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Нацпроект «Культура в действии» и детские музыкальные школы пополняются новыми инструментами. 140 новых аппаратов ИВЛ. Больницы региона продолжают оснащать новым оборудованием. Спорт «Нормы жизни» в Самаре капитально ремонтирует стадион «Салют». Следить за качеством школьного питания будут родительские комитеты, а для учителей появятся новые возможности в повышении профмастерства. Сегодня ключевые направления деятельности на предстоящий год обсуждали на педагогической конференции. Педсовет прошел онлайн. Современные технологии позволили задействовать в его работе более 50 тысяч участников. Качество образования – одно из важнейших составляющих стратегии развития Самарской области, стратегии лидерства. Для региона вполне по силам со временем выполнить задачу, которую озвучил президент страны – сделать российское образование лучшим в мире. Олег Зверев тоже выслушал мнение. Молодой учитель истории Максим Суслов готовится к долгожданной встрече со своими учениками. Программу первого школьного дня он подготовил заранее. День знаний будет посвящен главному событию года – присвоению Самаре звания «Город трудовой доблести». Школьники получили онлайн домашние задания, которые должны были выполнить вместе с родителями. Наш класс, родители, дети, мы участвовали в голосовании, чтобы Самаре было присвоено это звание. Подготовили само занятие на классный час. Дети должны будут подготовить истории о своих родственниках, кто принимал участие. О трендах в системе образования на предстоящий год сегодня говорили во время властной педагогической видеоконференции. В таком формате принять участие в обсуждении смогли 50 тысяч человек. Было организовано интерактивное голосование по наиболее актуальным проблемам педагогической науки. Национальный проект открывает большие возможности перед системой образования. Сегодня вполне реально вернуть российскому обучению статус лучшего в мире. Тем более, что опыт и наработки у страны есть. Качество образования – одна из ключевых составляющих стратегии развития региона, стратегии лидерства. Губернатор Дмитрий Азаров предложил создать областное родительское собрание, которое смогло бы в режиме обратной связи участвовать в работе школ. Успех в обучении и воспитании ребенка зависит во многом от того, какую позицию занимают родители. Вопросов возникает немало. И голоса родителей не должны быть разрозненными, а проблемы и предложения терятся в ворухе дел. Поэтому считаю важным создать областное родительское собрание. Ну а выразителем, наверное, организационной структуры и такого собрания смог бы стать областной родительский комитет. На родителей можно возложить один из важнейших вопросов – контроль школьного питания. Тогда новое меню будет, пусть и без особых изысков, зато премиального качества. Бесплатное горячее питание в Самарской области организовано для всех младших школьников, что удалось сделать далеко не в каждом регионе. Новая школа строится сразу с современными пищеблоками. До конца года будут открыты три новостройки, две из них в Самаре. Город и сегодня должен соответствовать статусу «трудовая доблесть». А в наступающем году знаковая дата – 60-летие первого полета человека в космос. Темы для хороших уроков точно не истягнут. А в Самаре пройдет Всероссийская олимпиада по астрономии. Сегодня, как и много лет назад, от профессионализма учителя зависит, какой будет страна. Именно вы формируете будущее нашего родного края, будущее нашей страны. А чтобы формировать будущее, нужно обладать самыми передовыми навыками и знаниями. Поэтому самое серьезное внимание мы будем уделять непрерывному повышению квалификации учителя. Для этого в Самарской области в рамках реализации проекта «Учитель будущего» создаются два центра. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центр оценки профессионального мастерства. Практически все школы уже готовы принять учеников. 1 сентября станет особым праздником для детей. Они возвращаются в классы после долгого вынужденного перерыва. В каждой школе пройдут линейки, правда, только для первых и одиннадцатых классов, чтобы сохранить самые добрые впечатления о самом долгожданном дне знаний в их жизни. Олег Зверев, Василий Калдашов. События. 122 тысячи детей отправятся на учебу в Самарские школы 1 сентября. Как будет организован учебный процесс и какие задачи стоят перед педагогами, обсуждали и на городском совещании руководителей муниципальных образовательных учреждений. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, массовые собрания теперь под запретом. Каждый класс должен учиться по своему расписанию. Учеников в классе должно быть не более 15 человек. Все школы обязаны проводить противоэпидемиологические мероприятия. Убирать помещения с дезинфицирующими средствами, проветривать их и по возможности оснащать обеззараживающими устройствами. Еще одна тема совещания – организация питания детей. В новом году ученики начальных классов будут обеспечены бесплатными обедами. На эти цели направят 230 миллионов рублей. 55,5 тысяч воспитанников будут получать бесплатное горячее питание. И все это благодаря губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову, который именно в первый год задачу, которую поставил президент Российской Федерации, решил. Поэтому, уважаемые руководители, мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить качественное, полноценное питание. На августовском совещании за многолетний добросовестный труд лучших учителей и руководителей школ города наградили благодарственными письмами от регионального министерства образования, главы Самары и городской думы. Готовятся к новому учебному году и детские школы искусств Самары. В этом году их оснастили новыми музыкальными инструментами. Новые рояли аккордеона увидела Мария Левина. Девятилетний музыкант Станислав взял в руки саксофон три года назад. Тогда ему не повезло с учителем, в его способностях засомневались. Но позже он попал к педагогу с 30-летним стажем Олегу Апарину и стал одним из лучших юных музыкантов в Самаре. Как отмечают сами преподаватели, большое значение для учеников имеют инструменты, на которых они играют в школе. Главный инструмент, потому что когда приходит первоклассник и у него не получаются первые звуки, отбивается интерес. Вы знаете, сейчас вот не только технологии пошли вперед, сейчас пошла и музыка. Когда я учился в консерватории, у нас был лимит на духовые инструменты с девяти лет. Сейчас мне приводят шестилетки, я понимаю, что они творят чудеса. Вместе со своими учениками наставник осваивает новые инструменты. Их школа получила благодаря национальному проекту «Культура», который был разработан по указу президента Владимира Путина и реализуется в Самарской области под контролем губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона возглавляет в Госсовете рабочую группу «Культура» и уделяет особое внимание оснащению школ новыми инструментами. Среди новинок в школе аккордеоны, саксофоны, рояли и даже свеженапечатанные ноты. Для учеников и преподавателей это настоящий праздник. Эти инструменты, они сразу встанут в большом зале. У нас в школе очень много детей принимают участие в конкурсах разного уровня, от городских до международных. Но они вообще с трепетом относятся к сцене. Тем более им интересно, как звучит новый рояль. Это очень интересно, какие краски у него, он тугой инструмент, не очень, какая клавиатура, погружение. Они же изучают и приспосабливаются к нему. Всего в Самаре 26 школ искусств. Из них выбрали 4 учреждения дополнительного образования, которые оснастили необходимым оборудованием. Обращали внимание на опыт и профессиональную подготовку. Проверяли сложность обучающих программ и квалификацию педагогов. Мы понимаем вместе с руководителями школ, с педагогами школ, что вот это такое вот обновление масштабное, оно именно для наших детей. И национальный проект культуры, ну вот эта его часть, ну совершенно действенная, понятная, эффективная и доступная буквально очень-очень многим детям. Сейчас весь педагогический коллектив и ученики центральной музыкальной школы активно готовятся к новому учебному году. Из-за эпидемиологической ситуации вопрос с конкурсами остается открытым, но, как говорят наставники, подготовку к ним никто не отменял. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Тем временем музыкальные школы Самары продлили набор воспитанников до конца октября. Родителям, которые хотят приобщить детей к искусству, стоит поспешить. Отбор проходит на конкурсной основе, и в некоторых учреждениях мест уже нет. Для творческих детей в Самаре работают 26 школ искусств. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте городской администрации. Приглашаю всех родителей, бабушке, дедушке, отдавайте своих детей и внуков учиться музыке, живописи, хореографии. Это совершенно необходимое и полезное и для интеллектуального развития, для эмоционального развития каждого ребенка. За сутки в Самарской области зарегистрировали 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 94 человека, скончавшихся нет. Такие данные в среду 26 августа опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии – 8126 человек. 6581 пациента вылечились. Число летальных исходов с начала наблюдений по-прежнему 123. Универсальные аппараты ИВЛ поступили в больницы Самарской области. 140 приборов отечественного производства распределят по четырем лечебным учреждениям. 60 из них будут находиться в отделении реанимации инфекционного госпиталя больницы Середавина. Подробности в нашем сюжете. Врачи оценивают новую партию универсальных аппаратов ИВЛ. С их помощью можно будет поддерживать пациентов во время пандемии коронавируса. По словам медиков, российские препараты легки в использовании, не уступают зарубежным аналогам и позволяют подключать кислород пациенту как инвазивно, то есть с помощью специальной трубочки, так и неинвазивно, когда к носу прикладывается кислородная маска. Данное оборудование является отечественным. Мы его использовали, оно уже опробировано. Зарекомендовало себя достаточно неплохо. В нынешней ситуации данное оборудование необходимо, так как категория пациентов, которые мы на сегодняшний день столкнулись с пандемией, новой коронавирусной инфекцией, они нуждаются и лечение их в состояниях улучшается. Отделение реанимации инфекционного госпиталя рассчитано на 15 человек. Сейчас там находится на лечении 12. Аппаратов ИВЛ хватает всем. Но был период, рассказывают врачи, когда приходилось одалживать технику у других больниц. Мы очень рады, что у нас создается запас прочности большой. И мы сможем всем пациентам, нуждающимся в оказании квалифицированной помощи, ее оказывать. Из 140 поступивших в регион, 60 аппаратов пополнили техническую базу отделения реанимации больницы Середавина. Остальные отправятся в 4-ю и 6-ю больницы Самары, а также в 5-ю Тольяттинскую горбольницу. Аппараты ИВЛ уже собраны, они прошли тестирование и диагностику. Техника пригодится и после окончания пандемии. Она необходима больным после операции, пациентам у которых имеется бронхиальная астма или дыхательная недостаточность. В больнице и поликлинике региона благодаря нацпроекту здравоохранения поступает и новое оборудование для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, врачи Самарского кардиодиспансера могут обследовать сердце с большей точностью благодаря томографу нового поколения. Как он работает, увидела Мария Левина. Виртуальная картинка любой части тела с точностью в полмиллиметра на экране компьютера. Такие возможности открывает томограф нового поколения в Самарском кардиодиспансере. Ранее пациенты с заболеваниями сердца диагностировались в других регионах или в частных клиниках. Теперь же по направлению от участкового врача пройти обследование можно бесплатно в кардиоцентре. Современный томограф безопасен для здоровья, а на тестирование уходит несколько секунд. На новом оборудовании установлена специальная компьютерная программа, которая позволяет исследовать мельчайшие сосуды сердца. Это уникальная возможность. О такой процедуре еще совсем недавно медики могли только мечтать. В рентгенологии работаю 27 лет. Технология шагнула очень далеко. С кардиопакетом, например, многие пациенты избегают хирургического обследования коронарных артерий. Делаем мыфы в короткое время, и пациенты довольны. Обследование проходит в несколько этапов. Сначала к пациенту подключают кардиосинхронизатор, чтобы аппарат почувствовал ритмы сердца. Затем подсоединяют инжектор и вводят в кровь спецраствор на основе йода. Первым этапом выполняется исследование без введения контрастного препарата для выявления индекса коронарного кальция. Дальше мы вводим контрастный препарат и выполняется сканирование уже после введения контрастного препарата, который позволяет нам как раз получать изображение сосудов и камер сердца. Рентген-кабинет работает круглосуточно и без выходных. За смену обследуют в среднем 40 человек. Ограничений для такого исследования практически нет. За исключением индивидуальной непереносимости йода. Но аналогичные спецрастворы применяются и при хирургической диагностике. Борьба с инфарктами и инсультами в Самарской области успешно продолжается, констатируют медики. Благодаря нацпроекту здравоохранения, самарские поликлиники оснащают современным инновационным оборудованием. Мария Левина, Николай Сидоров, События. В этом году в Самарской области построят 22 универсальные спортивные площадки. Пять площадок комплекса ГТО «Фоки» и легкоатлетический «Манеж» в Тольятти. А также ледовый каток в Поквеснево. А на мехзаводе начали капитально ремонтировать стадион «Салют». Как он изменится, расскажет Светлана Кудрявцева. На стадионе «Салют» в поселке Мехзавод начался капитальный ремонт. Раньше здесь тренировались детско-юношеские футбольные команды, проходили официальные любительские матчи, а теперь работает техника. Капитальный ремонт футбольного поля подразумевает собой полноценное игровое поле размером 109 на 72 и плюс беговые дорожки. Протяженность беговых дорожек порядка 500 метров. Будут предусмотрены прыжковые ямы и сектора под волейбол и баскетбол. Сейчас на стадионе идет вертикальная планировка. Выравнивают земельный участок. В ближайшие дни начнется монтаж дренажной системы. Газон будет искусственной сертифицированной «ФИФА», что позволит футболистам заниматься на поле в любое время года. Было очень много неровностей. Детей тяжело было обучать. Будет намного проще, я думаю, в будущем. Также здесь установят новые трибуны с навесом на 500 мест, систему освещения, ограждения. Благоустройством территории, реконструкции административно-бытового комплекса займутся в следующем году. Объект был непростой. Два раза проходил корректировку проекта. Первый раз подрядчик не нашелся, никто не вышел на торги. Но этот объект у нас в нацпроекте, поэтому надеюсь, что будет все сделано вовремя, точно и, скажем, с хорошим, великолепным качеством. Капремонт стадиона «Салют» проводят в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни», который входит в нацпроект «Демография», инициированный президентом Владимиром Путиным. Также модернизация и развитие инфраструктуры спорта – одна из составляющих стратегии лидерства региона. В этом году в Самарской области построят в общей сложности 22 универсальные спортивные площадки. Светлана Кудрявцева, События. В Самаре временно изменится схема движения транспорта, включая общественный. В городе завершается целый комплекс работ по техническому перевооружению и ремонту теплотрасс. Продолжается подготовка к отопительному сезону. Жители просят отнестись к неудобствам с пониманием. Работа необходима, чтобы зимой тепло стабильно поступало в дома. В этом году масштабы беспрецедентные, в том числе благодаря вхождению Самары в единую ценовую зону теплоснабжения и дополнительным инвестициям. Напомню, ранее губернатор Самарской области поставил задачу главам муниципалитетов пересмотреть планы и инвестпроекты, сдвинув сроки перекладок теплотрасс на более ранние. Какие участки будут перекрыты и как пойдет общественный транспорт в ближайшие дни, расскажем далее. Протяженность обновляемых теплотрасс в Самаре более 20 километров. Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения во время ремонтных работ, на нескольких улицах будет действовать ряд ограничений. До утра 31 августа закрыт участок по улице Венцика от Алексея Толстого до Степана Разина. Автобусы маршрутов номер 261 и 297 следуют в объезд по улицам Куйбышева, Пионерской, Алексея Толстого, Комсомольской, Максима Горького. С 27 по 31 августа закрывается движение транспорта по дублеру улицы Новосадовой в направлении из города от улицы Гастелло до Советской Армии с перекрытием трамвайного движения. 20 и 22 трамваи будут следовать по улицам Нововокзальная, Ставропольская, затем через остановки Дом печати, Постников-Овраг и далее по своим маршрутам в оба направления. Пятый трамвай от улицы Чапаевской до Постникова-Оврага. А трамваи маршруты 20К, работающего по будням, поедут от улицы Фадеева до остановки Завод Тарасова. Чтобы минимизировать неудобства, увеличат количество автобусов, которые идут по Новосадовой. Это маршруты номер 50, 61, 261 и 297. Также с 27 августа по 30 августа закрывается движение по Гастелло, а с 28 числа по 31 нельзя будет проехать по Карбышево на пересечении с Печорской. Продолжают действовать ограничения на некоторых участках улиц Некрасовской и Алексея Толстого. Кроме того, вечером 28 августа до конца месяца ограничат движение транспорта по Советской армии от улицы Гагарина в сторону Дыбенко. Движение автобусного маршрута номер 70 в направлении Приволжского микрорайона будет осуществляться по улицам Советской армии Гагарина-Запорожской, Дыбенко-Советской армии. В обратном направлении движение по существующей схеме. А на участке улицы Гагарина в эту пятницу наоборот движение возобновят. С актуальной информацией подробно можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары. Горожан просят заблаговременно планировать свои маршруты следования. Самарская область поступит из федерального бюджета средства на создание интеллектуальной транспортной системы. Какую сумму получит регион и что запланировано сделать, расскажет Лариса Шлафаст в рубрике «Экономика». Здравствуйте, в эфире новости экономики. Расскажу о них я, Лариса Шлафаст. Цены на черное золото продолжают расти. Баррель марки «Бренд» превысил 46 долларов впервые с 5 августа. Официальный курс валюты, установленный Центробанком на сегодня, доллар 74,51 рубля, евро 88 рублей 5 копеек. Объем рынка подделок люксовых брендов в России за последние 12 месяцев вырос на 28% и достиг 23 миллиардов рублей. Репликой оказались 7 из 10 предложений в социальных сетях, которые и стали основным каналом распространения. В общей сложности в стране насчитали 192 тысячи аккаунтов, которые торгуют подделками. В России рассчитывать ОСАГО начнут по новым правилам. С 5 сентября тарифный коридор для легковых автомобилей физлиц расширит на 10%, следует из указания Банка России. Для таких машин тариф будет находиться в диапазоне от 2471 рубля до 5436 рублей. Для легковых автомобилей юридических лиц изменения будут значительнее и тарифный коридор расширится на 20%. А Самарская область получит из федерального бюджета 300 миллионов рублей на создание интеллектуальной транспортной системы. В регионе будет создана единая платформа управления транспортом. Образован ситуационный центр. Автоматизированная система управления движением транспорта в Самаре будет расширена. В Тольятти внедрена вновь. Также будут установлены дополнительные знаки переменной информации, табло переменной информации и камеры фото-видеофиксации. На этом сегодня все. Удачи в делах! Аналитики составили список российских регионов с наиболее проблемной экологической обстановкой. На первом месте самых загрязненных территорий – Красноярский край, где много металлургических предприятий. На втором – Кемеровская область с ее угледобычей. На третьем – нефтегазовая югра. Также, по данным авторов исследования, к неблагополучным субъектам можно отнести Свердловскую, Иркутскую, Челябинскую, Оренбургскую области, а также Ямала и Башкортостан. Самарский регион в рейтинг проблемных не попал. Суммарно в прошлом году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу около 23 миллионов тонн загрязняющих веществ. Таким образом, на одного жителя России пришлось в среднем около 155 килограммов вредных выбросов в год. Три четверти приходится на предприятия, а остальные вещества производят автомобили. Метеорологи измерят температурные нормы для разных регионов планеты в 2022 году. Об этом заявил научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд. По его словам, показатели пересмотрят в большую сторону из-за изменения климата. Новые нормы появятся на 30-летний период. Специалисты уже сейчас фиксируют заметные изменения температурных норм в сторону повышения в различных городах. Например, в центральной части России за 30 лет средняя температура января увеличилась на 2 градуса. Нормы, которыми сейчас пользуются метеорологи, были утверждены еще в 80-е годы. 40 картин Самарского художественного музея можно увидеть на федеральном портале «Артефакт» Министерства культуры России. Над виртуальной выставкой работал весь коллектив музея. От научных сотрудников до айтишников. Про каждую картину коллекции можно услышать рассказ аудиогида. Такой формат очень понравился жителям страны. Благодаря этому количеству подписчиков в виртуальном пространстве Самарского художественного музея за последние несколько месяцев увеличилось в три раза. Один из проектов – «Доброе утро». Каждый день на сайте выставляется новая картина с пожеланием доброго дня и хорошего настроения. Это совершенно потрясающий проект Министерства культуры Российской Федерации. Вносит он название «Артефакт». На этой платформе цифровой представлены практически все музеи. Чем мы можем гордиться? Тем, что мы первые подали наше собрание русского искусства и были опубликованы на этой платформе «Артефакт». И даже, представляете, в журнале «Форбс» опубликовали о работе нашего музея совершенно бесплатно. Это очень здорово. Не перестает удивлять Самарский художественный музей новыми проектами и в режиме офлайн. 10 сентября в мраморном зале откроется выставка постоянной экспозиции нижегородских коллег, так как там музей закрывается на реконструкцию. И первыми, кто увидит коллекцию, будут самарцы. Азбука шедевров включает в себя работу Кустодиева, Айвазовского, Серебрякова и других мастеров. В предстоящие выходные 29 и 30 августа в Самаре и Тольятти состоится 20-й юбилейный фестиваль регата в памяти Владимира Высоцкого. Гонка среди крейсерских яхт по короткой дистанции пройдет в водной акватории Саратовского водохранилища напротив набережной Самары. За Кубок Всероссийской Федерации парусного спорта поборются более 20 экипажей. Победителей в каждой группе наградят памятными призами и медалями. Старты в 12 часов на острове Голодный. Тольяттинская гонка среди крейсерских яхт пройдет в акватории Жигулевского моря и начнется в субботу в 11 утра. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере и подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!